Ну и что, ребят, идёт подготовка к щенку, который приедет сегодня. Ура, 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 но вы увидите это не сегодня. А пока то, что я купила. Это не всё, потому что посылка почему-то разделилась на две части, я уже думала, отлично, наконец-то, разобрались, нет, ни хрена, опять какая-то эта хрень. Если сегодня придёт, будем разбираться. Купила я клетку, не такую большую, как у Лео, потому что у Лео огромная клетка, и она даже ему огромная. Так что купила клетку поменьше, сейчас ему этой клетки будет достаточно, а потом, когда вырастет, их слева, в общем-то, можно поменять. И заказала новый корм Леону. Какая получилась ситуация? Подождите, чтобы вам свет нормально. На тот корм, который я приводила до этого, у него, значит, сажал чайший вонючий понос. Увы, он нам не подошёл, хотя у него шикарный состав. Из-за этого я заказала сейчас другой корм, тот я буду продавать подешевле. Заказала вульф с ягнёнком и картошкой. Мне не нравится, самое, что мне не нравится в этом составе, это картошка. Её там очень много. Это мне не нравится, но если он ему подойдёт, а Лео... Ладно. А Лео ему очень понравился, сейчас у него аж слюни потекли на этот корм. Я такая, ну ладно, раз нравится, так нравится. Главное, чтобы не было поноса. А на роял коней, потом я его, у меня был роял, я перевела его на роял. И на роял коней у него всё отлично, кроме того, что у него жуткие гноятся глаза. Вот не текут, а именно даже гноятся. Ну, из-за этого и роял, как бы он сразу отметается, это фиговый корм. Разбираем угол и клеточку. Клеточка пойдёт потом в машину. Клетка очень лёгкая. Я очень удивилась, что она настолько лёгкая. Намного легче, чем вот эта клетка. Эту клетку вообще еле не таскаю. Это очень лёгкая. Не знаю, на сколько месяцев ему этого хватит, потому что я не знаю, кто будет рост. Если он перерастёт в Лео, то, вероятнее всего, Лео пойдёт в эту клетку. Самоёк летает. А может, он подперёжок пойдёт сюда, Торушка пойдёт сюда. Да, его зовут Тор. К Тору. Он приезжает сегодня. Наконец-то. Я очень рада, рада, рада. Наверное, бурной радости такой прям не будет, так как я уже просто привыкла с собаком. Ну, приехала новая собака и приехала. То есть у меня нет такого... Ты вообще малоэмоциональный человек, у меня нет такого слёз, сопли. Ой, боже, наконец-то, я его так ждала. Наверное, у меня такого нет. Я просто малоэмоциональный человек. Я была по себе. Я радуюсь внутри себя, а на виду я это особо не показываю. Козерог, я, короче. Вот здесь у нас жилетный поддон, а мне он не нравится. Я взяла пластиковый поддон. Может, он меньше шумеет. Что он не вытаскивает? О, о, пошло, пошло, пошло. Нужна рука ещё одна. Ура! Ну, это... Ручка ещё. Сборка. Ничего сложного. Всё очень просто. Раз. Два. Такая чистенькая, новенькая ещё. Лиза сказала, что знаешь, простенькая. А, прошло. Она офигенно лёгкая. В сравнении с лёна клеткой. Ай, пальцы. Всё, готово. И вставляем сюда. Надеюсь, она встает. Идеально. Самое сложное, это утилизация мусора. Так, ещё ручка была. Куда я ручку? Ё-моё. Где ручка? Я уже посеяла. Я буду... А, вот она. Ну и ручка. Пусть она будет денег. Где-нибудь я ей никогда не пользуюсь. Ну что, не замечаете? Ничего необычного. Да. Да. Это Марий Кисиночек Бартера. Его зовут Тору. Он прикольный, хороший. Лев его хорошо принял практически. Минус одиннадцатый взял у него все-все-все игрушки. Ведь не осветает. Теперь это все его игрушки. У Тору нет игрушек. Он классный. Мне нечего бы сказать. Потому что я просто устала. Хочу спать. Одна вон Фаня дышит. Они только что гуляли, бегали. И он очень боится, когда они пробегают. У него такой ор, такая истерика. Просто истерика, истерика. Ему два месяца. Он классный, маленький песик. Так. Мы будем поднимать ему ушки. Ставить. Но чуть попозже, пока еще рано. Он кота заметил. Он кота заметил. Кота заметил. Кот тебя даст позагреть. Шелли, успокойся. Тоже Том. Иди, посмотри. Иди, посмотри, что там. Что там, почему там. Нет, все, на ручках мы сидим. Сидим на ручках, боимся. Шелли, успокойся. У меня дети, и она волнуется из-за этого. Что там кто-то на кого-то рыкнула. Она такая. Ааа. Да. Ааа. 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 Ты такой классный. Лео самый классный, да? Лео самый классный. И он шоколадик. Какой шоколадик, шоколадик. Коричневый шоколадик. Коричневый шоколадик. Сейчас подкрадёмся к маленькому засранцу, который тут спит. Который спит. Которого невозможно снимать, потому что он сразу лезет на ручки. Потому что он сразу лезет на ручки. Да, он сразу лезет на ручки. Его правда нереально снимать. Он всё, его глючи затрите. Он просто такой. Ааа. Что я спал? Вообще-то я хочу спать. Я хочу спать. Или. Ааа. Да, я знаю, что ты хочешь спать. Я хочу спать. Классный, классный щенок. Щенок просто шикарный. Спал практически всю ночь в клетке. К шести утрам проснулся. Понял, что все дрыхнули. Что он один дурак встал так рано. Что бы дальше спать? Фанни, ты как всегда? Челли. Надеюсь, она детей не унесла туда. Сейчас посмотрим. Я ещё давно вам щеночков не показывала. Им уже больше недели. Сегодня среда. И неделя один день. Шелли. Шелли. Хватит. А вот и наши дети. Вот мой любимчик. Я его обозаю. Он классный. Он самый маленький засранец. Девки его забивают. Как всегда. Пацаны самые... Вот опять. И что она делает? Шелли, иди сюда. Шелли, иди сюда. Шелли, иди сюда. Вот. И сюда. Пацаны его... Ой, девки его забивают. Вот эта... Вот эта девка самая крупная. Самая классная. Я думаю, будет самая шоушная-шоушная. Посмотрим. Конечно, у неё самый длинный хвост. То есть, мне кажется, у неё будет самый классный хвост. Пацаны вообще микрохвостик какой-то. Ну, то есть, даже в сравнении. Так поставить, чтобы свет, со светом было нормально. Сравнение их хвосты намного разные. То есть, у этой длиннее намного хвост, чем у пацана. Я даже вот начинаю думать. Девку я не хочу девку оставлять. Мне Фанни пока предостаточно. Короче, у этой самый длинный хвост. Вот у неё. Но она самая толстая. Она весит сейчас 354 грамма. Да, мальчик весит 292. Хотя родились они с разницей в 1 грамм. Я говорю, девки забивают, пацана. Он пытается играть с Лео, а у Лео неправильные игры. То есть, Лео играет как пастух. То есть, он как запасает, ну, пасёт немножечко. Он подкусывает и убегает. Покусывает и убегает. А Мелкий не понимает этих игр. И вот-вот он пытается поиграть, но чтобы отвлечься и не напрягать Лео, он сейчас начал жевать. То есть, это психология. То есть, это видно сразу. Видно, что Лео не агрессивен к нему. А Мелкий, наоборот, агрессивен к Лео, ну, как защищается. Лео, фу! Ну вот, и он пошёл с игрушечкой. Да, вас спалили? Вас спалили? Вас спалили? Вас спалили? Вас спалили, да? Вас всех спалили? Я не буду с тобой играть. Нет, я не буду с тобой сейчас играть. Видите? Вот, крыса показывает. А Лео пытается играть. Вот, видите? Видите? Подкусь и отпрыгнул. Подкусь и подпрыгнул. Фанни вот уже к таким играм Повыкла, а этот нет И у него такая Крыса показывает Вот это, видите, крыса Я не вмешиваюсь в эти игры То есть они сами поймут, что им нужно Потому что Лео Сейчас он не агрессивный Вообще не агрессивный, он приглашает к игре Просто очень Вот я запечатлела этот кадр Это прям вау-вау-вау Редко получается это заснять Короче, он показывает Мелкий показывает крысу, что он не хочет играть Лео дурак, он этого не понимает Потому что, ну, он привык вот так вот играть Он играет так со всеми А Мелкий еще не научился Я думаю, он научится Он поймет, что это предложение к игре Потому что раньше, я думаю, с ним так никто не играл Даже никто из щеночков Из своих братьев-сестер Сестрички, наверное, так с ним не играли Кто на лежанку пописал? Кто себе домой пописал? Фу-фу-фу Фу-фу-фу Да Сейчас выведу его А лежанку в стирку Надо кинуть туда его подушечку На которой он спал раньше И тогда он не будет там пить Надо этим заняться Он просто не понял, что это его дом Что там надо спать Пока что он спит у себя в переноске В которой его привезли Которую нам на время дали попользоваться Да Субтитры сделал DimaTorzok